Когда мы читаем послание, слышали сейчас послание святейшего патриарха, то особенно чувствуется его печаль, его забота, его глубокое переживание, молитва о всех нас. И, конечно, святейший, знаю, что в разных ситуациях, в разных регионах, в разных регионах может сложиться совершенно разная ситуация с посещением храмов. Он поддерживает всех нас и акцентирует нашу мысль на том, что мы должны помнить, что самое главное для нас – это исполнение Божественной воли. Как сегодня мы читали Евангелие, которое читается на праздник Благовещения, когда архистратик Божий Микаин появился к Деве Марии и благовестил ей о том, что у нее родится Боговладенец, тогда она сказала «Все, граба Господни, буди по Слову Твоему». Царица Небесная, Дева Мария, с детства она была и приучена, и всею свою душую, и желала исполнять волю Божию. И, конечно, она и не могла поместить, что будет у нее такая миссия. И, как говорит предание, она сама хотела бы быть служанкой в том доме, где родится Боговладенец. И вот в этом исполнении воли Божией она находила силы для того, силы для молитвы, для любви, и силы для того, чтобы протерпевать все скорби, которые встречались на ее пути, особенно, конечно, во время общественной проповеди, и, конечно, во время страданий Господа нашего Иисуса Христа. И вот в этом исполнении воли Божией, в принципе, конечно, она находила для себя основу для всей ее духовной жизни. И, в общем-то, мы тоже должны стараться всегда помнить, что Господь видит движение нашего сердца. И все движения нашей души, и наше желание, в том числе, быть в храме. Но возложим все упование на волю Божию, и поступим разумно, каждый разумно, в той ситуации, в которой, собственно говоря, мы окажемся. Для монашестой жизни, собственно говоря, вот эта вот, и в монастырях вот эта вот ситуация, она, скажем так, внутренне, приживается относительно спокойно, потому что в монастыре люди, которые прожили определенное время, для них это совершенно естественно, когда там духовный наставник или истинный дает послушание, или там трудиться, или, наоборот, отдыхать, или молиться, или еще какое-то послушание. И поэтому быть в храме, быть в храме, поэтому, конечно, все это воспринимается, в общем-то, с таким задоверием, с большим, конечно, святейшим, то патриарху, то пропуску Божию. И, как мы знаем, даже такие случаи, очень интересные из одежды, когда пришли два человека, чтобы для того, чтобы приступить в монастырь, и тогда они пришли к Дубну, рассказали вот о своих чаяниях, о своем желании послужить Господу в монастыре, и тогда и Дубин сказал, что дал им первое послушание, посадить морковь, и сказал, что только вы это сделаете наоборот, верх черенками, необычно так, как сажают люди, и этим отделом проверить их послушание. И, соответственно, два вот этих вот, уже на тот момент, наверное, послушника, они вышли, чтобы посадить морковь, и один посадил как по благословению, как сказал Игумен, а другой посадил, исходя, ну, из, так сказать, человеческого рассуждения, такого разумного, что какой смысл так сажать морковь, потому что она не вылезет, и посадил ее так, как, собственно говоря, обычно его советы сажают. И когда Игумен узнал о том, как, что они сделали, то он в монастыре оставил того человека, который выполнил его благословение, ибо это означало доверие Игумену, это означало его послушание, это означало ему готовность действительно всего себя отдать сражению Господу на столе. И это было подтверждено таким чудом Божиим, когда морковь, как мы сказали, посажена неправильно, она как раз выросла, а ту морковь, которую посадили правильно, она больше так вот и не взошла. Вот, поэтому постараемся на волю Божию возложить, так сказать, и вообще, что происходит, и в том числе и посещение храмов на эти праздники, и Господь, видя нашу готовность, наше желание быть в храме, в виде наше переживание и наше вот такое вот терпение и желание исполнить Богу Божию, Он нам даст почувствовать радость Пасхи, может быть, так, как мы тогда живем, и ощутив эту радость, ощутив Господа в своем сердце воскресшего, Он даст нам силу преодолеть все испытания, которые перед нами стоят, укрепит нас и даст нам исполнить наше сердце любовью, благодатью, радостью. Аминь. С праздником!